Добропольские мастера Горячим чаем и веселой музыкой встретили нас кузнецы. Их задор и позитив оказались очень заразительными. Познакомившись с кузнецами, перешли к осмотру мастерской. Как оказалось, ранее кузня была обычным гаражом, а кузнецы – тружениками-шахтерами. В шахте проработал, проходки всю жизнь. Ну а на пенсии чем-то надо заниматься, без дела сидеть не могу. Нравится с железом работать. Начинали мы с гаража, с другом своим, но его уже нет, у покойной Медведев Валентин. Гаражи у меня начинали кузню строить, но потом его не стало. Я сам продолжил. Ну а потом с Артуром Норезняком мы, ну как, мы соседи, знакомы давно. Но он попросился ко мне, нравится ему это дело, чтобы научил, показал. И вот с тех пор мы пять лет вместе работаем. Володя Калисанов позже к нам присоединился. Сейчас в кузне трудятся трое мужчин. И каждый занимается любимым делом. А вы знали, что в кузничном ремесле есть разные направления? У кузнецов более четырехсот направлений. Если Саша и Артур, они художественная ковка. Ну а вот эти самые инструменты, все это в основном я кую здесь. И для шахтеров. Я работал на алмазной шахте, там инструменты для шахтеров ковал. Ну а сейчас уже на пенсии. А если привык к одному делу, то как-то оно и без него не может. У нас очень много инструментов, что мы сами изобретаем. Где-то в интернете посмотрели, где-то для какой-то работы нужен определенный инструмент. Сами делаем это все. Кузнецы могут образные и необычные изделия, которые и в быту пригодятся, и настроение поднимут. Вот, например, эта гармошка «Донбасс» порадует не только музыкантов. Правда, весит инструмент около 40 килограмм. Делали ее в Константиновку по просьбе друзей. Они возле музыкальной школы собирались организовать, ну как, музей своего рода кованых музыкальных инструментов. Ну, со всех городов, областей. Ну и нас пригласили. Кто сделал там гитару, скрипку, разные инструменты. Мы сделали гармошку. Сделано с электрического обогревателя. Ну и что под руками было? Швеллер, болты. Донбасс – это с холодильника. Да, совсем забыла. Ведь мы сюда приехали посмотреть наковальни. В кузнечной коллекции их 68. От самой маленькой до самой большой. Каждый экспонат по-своему дорог для Александра Степановича. Для обыкновенной кузни две-три наковальни было достаточно. Там большая, маленькая. Ну, а у нас кроме основных рабочих, ну, как коллекция, у нас их 67 штук. Или 68 там. Вот, начиная от ювелирных, часовщиков маленьких. Ну, самая большая у нас 325 килограмм. А самая маленькая? А самая маленькая, ну, может, грамм 50. Самые старые такие лет по 200 есть у нас. Вот, австрийская там, ну, самые такие, они невзрачные на вид, но они древние. Есть из Донецка, хлопцы дарыли мне. Еще Джона Юза, наверное, наковальня. Вообще наковальня, вот, советская, они сталь 45 делалась. Это хорошая сталь углеродистая. Ну, раньше тоже старались делать с хорошей стали добротной. Ну, специальные наковальни делались из чугуна. Вот у нас чугуна есть одна. С бронзы, с латуни. Ну, разный материал. Ну, смотря какая специфика, для чего применялась она. Особое внимание привлекают ювелирные наковальни. Австрийский тип – это ювелирная наковальня. Маленькая, рабочая. Вот это советская школьная наковальня. В наборах шла. Набор, как он назывался, умелые руки, чтобы такой молоточек шел, наковальничка. Ну, привлекать детей к кузнечному труду. В коллекции кузнеца есть и, собственно, ручно изготовленный экспонат. Наковальня сделана с куска рельсы. Труда, ну как, дня два с ней возился. Выпилил, выточил, отковали, поставички там посверлили. Ну, все, рабочая наковальня. Можно на ней работать для мелких деталей, изделий, удобно. Но авторские изделия и коллекция наковальни – еще не все достопримечательности Добропольской кузни. Здесь мастерской – настоящий музей, куда нередко местных школьников приводят на экскурсию. Веса царские еще, атрибутика военных времен 41-го года, 45-го, бытовая утварь. Ну, все такое интересное. Это уже не производится и не будет производиться. Это все история, ее надо сохранить. Мы скоро уйдем, а если это все останется, молодежь… И сейчас даже приходят школьники, интересуются, удивляются. А что это такое? Они уже не знают, что это такое. Вот топор отремонтированный. Если раньше ворыли, просто приворыли там, поломали, то раньше сварки не было. На заклепочки прошили, на заклепки заклепали его, и он еще служил. Вот топор казацкий, необычной формы. Не всегда вот под углом что-то у них идет. Многие предметы найдены на свалках и пунктах приема металлолома. Кто-то их выбросил, а кто-то подобрал и изменил их предназначение. Из мусора в экспонаты. Александр Степанович уверен, все это – наша история, которую важно сохранить и передать следующим поколениям. Субтитры создавал DimaTorzok